Итак, я понял, что по CB500 информации вообще как-то маловато, поэтому я думаю, будет интересно кому-то посмотреть, как разбираются эти чудесные карбюраторы от CB500. Ничего сложного нету. Как вытащить? Да, вытащить в целом крайней степени просто карбюраторы. Ну, во-первых, вот эти вот патрубки лучше снять целиком. Ну, просто, по мне, это гораздо проще, чем что-то там колупаться, пытаться снять без них. Воздушный фильтр. С воздушного фильтра отворачиваем вот эту вот крышечку, потому что эта крышечка у нас является фиксатором воздушного фильтра, и как только вы отсоедините, воздушный фильтр шалам-балам делает, куда угодно ходит. Ну, а дальше вытаскиваем эти карбюраторы, благо их не четыре, и в целом выглядит все это как-то, ну, не сказать, что очень сильно... Опа, чуть-чуть бензинчиком облил, ничего страшного. Не очень сильно и страшно. Их карбюраторы эти уже разбирали, но что-то как-то хорошей работы у мотора не получилось. То есть он как-то прям троит, гавкает, работает на всех диапазонах, но его работа весьма сомнительно, призрачна и туманна. Поэтому, ну, собственно, сейчас мы приступаем к разборке этих чудесных карбюраторов. И специально для вас будет снято вот это вот удивительное кино, где вы, собственно, все это и увидите. Я думаю, стоит начать наше удивительное кино про разборку карбюраторов. Мне уже прям сходу все начинает нравиться. Ну, например, мне нравятся винты качества и их состояние. То есть их тут забили немножечко. Ну, да ладно. Неудивительно, что карбюратор так хреново работает. Сначала рассоединяем, в принципе, карбюраторы. Благо их всего два. И сделать это несложно. Вытаскиваем винт. Вытаскиваем. Ну, ладно, не вытаскиваем. Пока что тут. Со второй стороны то же самое. Только вместо головки на 10 мм, здесь головка на 8 мм. И вот оно все волшебно разбирается. Мне уже прям становится страшно за эти карбюраторы. Точнее, за то, что я в них лезу. Видя то, какими магическими инструментами здесь уже пытались что-то ремонтировать. Откручиваем верхние винты пускового обогатителя. Здесь у нас шайбочка. Удивительно, но она сохранилась. Обычно их нет. И вторая. Ну, со второй стороны то же самое. Тот же самый винт, та же самая шайбочка. О чудо! Нижние шайбы тоже сохранились. Даже пружинка под ним сохранилась. Это меня уже удивляет. Так, и теперь, конечно, есть большой соблазн их рассоединить. И тут либо я что-то не понимаю, либо они просто настолько плотно между собой сидят. Ну, наверное, все-таки просто плотно сидят. А, возможно, и вообще вклеены на фиксатор. Кто их знает. Так, подожди, а как здесь организована у нас заслонка? Нет, заслонка просто друг к другу вставляет. Соответственно, что? То, соответственно, где-то на чем-то все это держится и закисло. Все скорее держит основная... О! Разлетелась. Основная топливная трубка. Ну, здесь у нас пружина соединительная. Ничего интересного. Здесь у нас синхронизация. Тоже ничего интересного. То есть, как бы, пока все как обычно. Карбюраторы эти абсолютно идентичные. Поэтому смысла показывать, как разбираются оба карбюратора, нет. Так как, ну, они абсолютно одинаковые. Значит, утаскиваем вот эту вот штучку. Она у нас вот здесь вот висела. Вот эта проставка. Их лучше медной смазкой обрабатывать при сборке. Ну, резинки даже еще на что-то похожи. Но после синхронизации... Ой, синхронизации с чисткой ультразвуком будет видно, что там по факту. Ну, а теперь что? Теперь надо разобрать хотя бы один карбюратор. Показать вам, как тут... Что устроено в нем. Какие детали уже отсутствуют. Благо, какой-то ремкомплект есть для карбюраторов для этих. Но, честно говоря, меня уже тут ничего в доверии не внушает. Хочется это сделать все-таки хорошо. Но не факт, что получится хорошо вам. Понятно, что будет лучше, чем было. Но... Как бы это немного не наш уровень, скажем так. Ну, винты хотя бы нижние не особо сорваны. Это уже радует. Вот история с винтами качества у меня напрягает, честно говоря. Что мы видим? Видим мы стандартную хондовскую схему внутри грязи. Да, это нас пока мало волнует. Стандартная хондовская схема, в том плане, что нет настройки поплавка, ну и глазопорный. Ну, благо, хоть винт качества. Есть хоть чем-то нас порадовали. Не знаю, есть ли здесь за заслонки винт, но тоже посмотрим. Так. Ага. Отворачиваем малый же клёр. Обычно она отворачивается вместе со всем этим, но в этот раз что-то у нас всё уже идёт не по плану. Отворачиваем эмоционную трубку, она тоже хотя бы есть. Это хорошо. Но вообще вроде как-то внутри карбюратора менее такие, ну, забитые жизнью, нежели внешне. Вот пока меня только винт качества смущает, а крайней степени. Думаю, его сейчас надо и вывернуть. Тут уже вообще непонятно, что тут осталось от винта качества, честно говоря. Ну, пружинка есть, винт качества тоже в какой-то степени присутствует. Сейчас посмотрим, присутствует ли там металлическое кольцо. Да, металлическое кольцо присутствует. А резиновая шайбочка? Резиновая шайбочка, ты присутствуешь? Да, удивительно, но резиновая шайбочка тоже присутствует. То есть все, здесь мы больше ничего не можем увернуть Уберем винт холостого хода Просто дабы прочистилась хорошенько резьба Дальше переворачиваем Ключик на 10, по-моему Да, отковорачиваем пусковой обогатитель Ну его флажок, собственно Ага Тут уже все положенно разбирается Само по себе Видимо резиновый фиксатор не держит Но это ничего страшного Так, здесь О, удивительно, здесь уплотнительная резинка есть Ну, все уже не так плохо, как я ожидал Отвернем дудку В принципе делать не обязательно Но так карбюратор резко станет компактнее В результате чего В ультразвуковой ванной он поместится гораздо проще Тут и так с тем карбюратором будет гемор Потому что есть длинная штанга Не очень пойму Зачем здесь, судя по всему, сажали на герметик просто дистанционные втулки Ну кто-то, ну не знаю там Какой по счету владелец Наверное считал, что здесь проходит Громадное количество топлива Но его там нету Вообще, эти карбюраторы похожи А, знаете на что эти карбюраторы похожи? Если не они и есть А все, скорее, это они и есть Только пары другие На этом На выфере 750 Точно такой же конструктив Вот с этой вот резиночкой И прочим Как бы очень-очень сильно напоминает Карбюратор, кстати, плоскодроссельный Охренеть Прямо Мощь, сила Ну ладно Отворачиваем, в общем, верхнюю крышку Смотрим, что у нас здесь затаилось В этих тайных уголках вселенной Но винты, к слову, в неплохом состоянии Ладно Тут уж не буду ничего говорить В целом, неплохо Пока вот из того, что надо из ремкомплекта Будет точно Это, наверное Ну как, наверное Точно Прокладки поплавковых камер Нужно установим А дальше посмотрим Крышки, кстати, из как Ну Как это называется Типа бакелит Не бакелит Но в общем, какой-то такой Экзотичный материал Мембранный, без трещин Вот это вот прям Очень хорошо Это меня сейчас радует Абсолютно нет никакого понимания Как Вытащить иглу Она подпружинена Тут есть резьба Видимо, что-то вворачивается Чтобы провернуть Сейчас мы попробуем Аккуратненько вот так вот схватиться Нет, чуть-чуть ничего не происходит В принципе, нам ее вытаскивать И не обязательно Поэтому Не будем ее пробовать Не мембраны Ничего вообще, в принципе, не вызывает Каких-то вопросов А лишний раз сломать Деталь, которую ее не купишь Ну, не очень-то и хочется Так, ну и собственно все Карбюратор разобран Вот, ничего интересного у нем нету Карбюратор как карбюратор Второй Ровно то же самое Вот еще, кстати Особенность Тупая Хондовская Вот там установлен Фильтр тонкой очистки Внутри На входе Колодец Но колодцы на Хондах Несъемные Если этот фильтр Забивается Вот чем его почистить В круг Ну, неизвестно Ультразвук Хода бедная Справляется с этим Но все равно надо Хорошим таким давлением Воздух туда дать Ну, в общем-то, вот так Сейчас разберу Второй карбюратор Ровно так же Почищу Покажу вам Какой-то результат И, собственно Будем уже потом собирать Вот у нас ремкомплект Владелец предоставил Не знаю пока Что я из него буду брать Что не буду брать Ну, хотя Выглядит все это Весьма неплохо Так что, возможно Запорные иглы новые Поставим И прочая мелочь Ну, ладно Обо всем подробно будет Сразу после чистки Тоже почистил карбюратор Ультразвуком Можете наблюдать Как все это выглядит Сейчас попытаюсь Медленно как-то Все это провести Почищено все От и до Там все болты Шайбочки Шланги И прочего Владельцам предоставлены Ремкомплекты И из ремкомплектов Будут использоваться Две вот эти Уплотнительные резинки Запорная игла Нижний сливной винт И винт качества Жиклеры вот эти Вот использовать Я не буду Потому что Обычно они бывают Не того сечения Ну, из ремкомплектов Ну, не всегда Но если родные Жиклеры в хорошем состоянии То нет смысла Их менять Что было с карбюраторами Заподлинно неизвестно Но я предполагаю Что был адский рассинхрон И какая-то коллаборация С винтами качества Ну, может еще Конечно Были забиты В любом случае Ультразвук все это Уже очистил Так что Есть надежда Что все это Великолепнейшим образом Заработает Ну, а сейчас Приступаем к сборке По той же схеме Один карбюратор Я соберу Ну, сам для себя Что называется А второй карбюратор Мы соберем с вами Вместе Ну, что Давайте как-нибудь Начнем обозревать Сборку карбюратора Что это у нас Карбюраторик Один я уже собрал Как видим Лежит Ну, и поехали Значит, сначала Мы вкручиваем Основную эмульсионную трубку Это не сложно Это просто Я бы даже сказал Подтягиваем Готово Дальше Жиклер Главные эмульсионные трубки Но, по сути Основной топливный Жиклер Второй наш Жиклер Это холостого Хода Жиклер холостого Хода Оставляем Старый Потому что В принципе Ну, не вижу Повода для его Замены Здесь все В принципе Работало Хорошо И к жиклёрам Вопросов У меня не возникает Из ремкомплекта Мы берём Топливную Запорную иглу Устанавливаем Почему? Почему новую иглу? Потому что Ну, во-первых На старых Нет-нет Изнашивается вот этот вот Резиновый носик Но самое главное Этот шток Он должен быть подпружинен И от времени Пружинка проседает Из-за этого Уровень поплавковой камеры Становится некорректный Также смотрите Чтобы вот этот вот поплавок Не задевал крышку Ну, точнее Корпус Потому что На первом карбюраторе Вот эта вот ножка От времени уже Деформировалась И начинала задевать За стенку Соответственно Уровень поплавковой камеры Был совершенно Некорректный Из Старого винта Качества Точнее С старого винта Качества Мы берём пружинку Потому что Почему-то Пружинка На винте Из ремкомплекта Она намного Больше Соответственно Возможно Что даже Винт До полного закрытия Канала Невозможно Будет закрутить Поэтому Лучше использовать Родную пружинку Закручиваем винт Закручиваем До упора Для начала Идёт достаточно Туго До упора Закрутили И от упора Раз оборот Два оборот Три оборот Четыре оборот И пять оборот Соответственно Два с половиной оборота У нас получается Винт качества Накручен Прокладка Уже установлена В крышку Почему уже установлена Так как Даже в заводском исполнении Там видны следы клея То есть Она имеет такую форму Немножко выгнутую И нестандартную И отсутствуют Какие-либо Фиксаторы Я бы сказал На крышке Плавковой камеры Для установки Соответственно Прокладка Не может сама держаться Особенно Когда новая И не приняла Ещё свою Рабочую форму Поэтому Оно садится Либо вот Наклей Как на заводе Я посадил На точечки Формователя Прокладок Затягиваем Всё это Тут у нас Три винта Достаточно жирные Я не знаю Чтобы их сорвать Но это надо Наверное Действительно Постараться Так Затянули Теперь можно Установить В принципе Пусковой обогатитель Это у нас У нас идёт Пружинка Сама иголка Запорная Пружинка И пластиковый Колпак Всё это мы Устанавливаем В карбюратор Аккуратненько Наживляем Чтобы пошло При резьбе И ключиком На 10 Всё это Великолепие Легонечко Подтягиваем Огромного усилия Здесь Не требуется От слова Совсем Далее мы можем Установить Мембрану Вот у нас Мембранка Наша И Устанавливаем Её в карбюратор Смотрим Чтобы иголка Попала В эмульсионную Трубку Ну проще говоря В свой канал Так Надо мембрану Выгнуть В обратную сторону Иначе Неудобно Её будет Устанавливать Так Теперь Ага Опять не то Давай Чё ты выпендриваешь Так Раз И вообще Я что-то не понял Что происходит А нет Всё правильно Просто Мембрана Немножечко Не хочет Заходить На своё законное место Вот всё Мембранка Установлена Теперь Устанавливается Пружина За пружиной Крышечка И вот тут Надо Аккуратненько Заправлять пружину Чтобы она Не дай бог Не вылетела Ну и всё Собственно Дальше Закручиваем Три винтика И крышка Мембраны Ну крышка Карбюратора У нас Установлена Главное Чтобы мембрана Везде села Ровно По своим Пазам И нигде Ничего Не задевало Это самое главное На самом деле И самая Основная Проблема Бывает При сборке Особенно При установке Новых мембран Они вообще Не горят Желанием Садиться В свои Пазы И от этого Конечно Становится Зрустно Дальше Коль у нас есть В ренкомплекте Сливной винт Новый Мы установим И новый Сливной винт Тут у нас Резиновое колечко Есть на нем Может быть Даже куда-то Когда-нибудь Пригодятся Особенно Карбюраторы От ТТР Ну а здесь У нас Новое колечко Новый винт И коль он У нас Есть Почему бы Его и не Установить То есть Ничего Плохого В этом точно Не будет Так Ну что Так Уже до кучи Крутим Винт Этого Так Сейчас Надо прерваться Все-таки Нас с вами Варварски Прервали Телефонным Звонком Но Мы тем не менее Продолжаем Все вот эти вот Звонки Конечно Вызывают Некоторые вопросы И всегда Все это Как обычно Не вовремя Так Преворачиваем Карбюратор Устанавливаем Вот эту вот Новую прокладочку Хороший вопрос Какая из них Новая Какая старая Еще И Кто из вас Есть Новая прокладка Вопрос хороший Все Вопрос решен Так Устанавливаем Новую прокладку Здесь ее не вклеивать Ничего не надо Дальше Устанавливаем Дудку Дудка По сути Ставится В одном Единственном положении Потому что Она встает По своим Законным Базам А дальше Уже просто Прокручиваем Пластину Вставляем Четыре винта Да и Собственно Сборка Именно Карбюраторов Каждого В отдельности На этом Подходит К концу Дальше Уже Начинается Мероприятие Другого Формата В виде Уже Споловинивания Карбюраторов Ну и Собственно Дальше Уже После Споловинивания Надо будет Устанавливать Их На мотоцикл Ну а там И до синхронизации Недалеко Когда все Это будет Установлено Что В принципе Не может Не радовать Еще раз Протягиваем Проверяем Ну и В принципе Все То есть Вот так Вот выглядит У нас Собранный Карбюро Со всеми Этими Звонками Отвлечениями Севшей Камеры Совсем Забыл На чем Мы собственно Закончили А мы Так и Не закрутили Винт Холостого Хода Винт Холостого Хода Похож На родной Кстати Вот такие Винты Очень часто На Ле-Экспрессе Стали появляться Раньше Их Днем С огнем Не сыщешь Так Все Винт Установлен Теперь Нам надо Вспомнить А именно Для начала Вспомнить Как же Тут Все Собиралось Но Перед тем Как все Собирать Надо Исключить Проблему Которая Здесь Была Проблема Заключалась В том Что Вот эти Штифты Они Были Закисшие И Как вы Видели Карбюраторы Разобрались Ну Именно На разрыв Скажем так Поэтому Обрабатываем Сейчас Медной Смазкой Штуцерочки Ну Точнее Не штуцерочки А соединительные Трубки Для того Чтобы Больше Оно Там Не закисало И вот так Вот совершенно Свободно Ходило От руки Собственно Как и должно Быть Далее Мы устанавливаем Вторую Трубочку Здесь 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 у нас Идут Соединительные Вот эти Трубки Так Что-то Они как-то Не горят Желание Выходить Я думаю Нужно Немножко На них Нанести Силикона Именно На колечки Сейчас Мы их Пшип Пшип Сделаем Чтобы Резиновые Уплотнения Зашли Намного Легче Ну и так Собственно Повторяем Ту же самую Процедуру И вот Теперь Все Стало Уже Легко Далее У нас Идет Нижняя Соединительная Вот эта Вся история Так Нижняя Соединительная История Что-то Не горит А Господи Это я Туплю Здесь же У нас Идет Шланг Тупленый А эта История У нас Идет Вот здесь То есть Это тоже Все сверху Находится И Собственно Соединительный Соединительная Трубка От Карбюратора Так Это у нас Получается Какой Карбюратор Ага Значит Соответственно Трубка У нас Выходит Вот так В сторону Топливного Бака Также Надо не Забыть Про Флажок Вот этот Вот Пускового Обогатителя Тут тоже Надо Вспомнить И понять Как он Устанавливается Ну Следуя Простейшей Логической Цепочке Установить его Неправильно Но это Надо еще Постараться Поэтому Надеваем его Вот сюда Сейчас Мы тут Как-нибудь Переместим Немножко Вот так Вот Ну и Собственно Что Теперь По идее Ничего не должно Мешать Нам Собрать Все это В единую Конструкцию Также Сюда Мы устанавливаем Пружинку Которая Подпирает У нас Заслонку Так Все Ходит Все Двигается Ну и Пробуем Все Это Дело Соединить Так Вроде Что-то Получается По крайней Мере Где-то Что-то С чем-то Уже Соединяется Но не Сказать Что Прям Так Как хотелось То есть Везде Вот эти Несовпадения Мельчайшие Приводят К тому Что Не заходит Так Почему У нас Не заходит Не заходит У нас Где-то Вот здесь Так Что же Нам здесь Мешает Ага Так Одну из проблем Видно Сразу А еще Одна проблема Какая-то Немного Странная Поэтому Разберем Еще раз Поймем В чем Суть А суть В том Что Внутри У нас Вот здесь Вот какая-то Непонятная Канала И она Не дает Карбюратору Соединиться А нам Это Как бы Не очень-то Сильно И на руку Так что Сейчас По-быстренькому Скрутим Наждачную Бумагу И Легонечко Там Внутри Пройдемся Потому что Иначе Эта конструкция Просто Не Собереваться А нам Нужно Совершенно Другое Так Отпилякаем Наждачку И Внутри Покрутим И повертим Ну то есть Вот что я делаю Вот у нас Просто Внутри Я убираю Огрехи Канала Установочного Установочного Так И теперь Теперь Вот теперь Вроде все Скотится Но сейчас Будем проверять Нашу теорию Еще раз Собирать Так Ну что Давайте Вторая попытка Вот на этих Мелочах Собственно Все У нас И завязано И всегда На мелочах Как правило У нас Не попал В паз Крепежный элемент Отпускового Обогатителя Поэтому Придется Сейчас Немножко Все это Опять Раздвигать И вот Теперь уже Вот теперь Уже Все Все Карбюраторы Соединены Главное Теперь Ничего не уронить И Лучше Сразу Их стянуть Вот этими Родными Шпильками Чтобы они Уже у нас Не имели Возможности Разобраться И куда-то Там Что-то Сместилось Так Закручиваем Ну пока Чуть-чуть Подтягиваем Одну шпильку Далее Подтягиваем Вторую Шпильку Чпок Ага Как в случае С разборкой Обязательно Надо уронить Гайку Иначе Видимо Жизнь Будет у нас Плохая И несчастная А если Гайку уронишь Тогда Все будет Хорошо Так Теперь уже Когда все 100% Наживлено Стоит По своим местам Можно Совершенно Спокойно Затягивать Так Возьмем Ключик Карбюраторы Стянуты Так Но это еще Не все Нужно Установить Пружинку Для Синхронизации Она Ставится Сюда Между Этих Кулачков И это Как правило Так себе Мероприятие И лучше Наверное Сейчас я Это сделаю Сразу Выверну До конца Винт Синхронизации Чтобы Спокойно Без приключений Вставить Пружинку Потому что Если Винт Синхронизации Выключен Соответственно У вас Гораздо Меньше Места Для Ага Ну Собственно О чем я и говорил Для установки Пружины Для маневров С ней Поэтому Лучше Сделать Вот Так На некоторых Торбираторах Все это Еще более Сложно В том плане Что Ты иногда Даже не видишь Куда должна Быть Установлена Пружина Синхронизации Так Ну вроде Все удалось Там пружинка Она живет На месте Вот тут Ну Следственно Дальше Нам нужна Синхронизация Но Пока еще Рано Говорить о ней Потому что Надо установить Все Вот Штукенцию Для Полозья Вот Для пускового Обогатителя Так Значит Ставим ее Раз Ставим ее Два Теперь Надо Сообразить Как у нас Должна стоять Возвратная Пружина Ну понятно Что здесь Она должна Стоять Вот так А вот Куда она У нас Должна Фиксироваться На Ага Ну так В принципе Здесь Синхронизация Во лбу не надо Чтобы понять Как должна Работать Возвратная Пружина Теперь главное Все это Собрать Попасть В пазы Сделать так Чтобы пружина У нас Не расплющила Ага Я понял В чем я ошибаюсь Походу Так То есть у нас Еще это Какая-то Дикая дичь А Пружина У нас Станавливается Получается Под шайбу Что ли Потом Уже Шайба Нет Какая-то Хрень Тоже Получается Что-то С этой Пружиной Не то Наверное Чтобы Ваше Время Не тратить Сейчас Пойму Как правильно Установить И уже Покажу На месте Стоя Можно было И не Отключаться Пружина Ставится Крайне Просто То есть Она Ставится Под шайбу Ну и Вот Собственно Работает Значит Закручиваем Второй винт Ставим Также Пластиковую Шайбу Закручиваем Винт Есть Немножко Тут Брызгаем Силиконом А собственно И все На этом У нас Сборка Карбюраторов Наконец Подошла К концу Теперь Мне остается Их установить На мотоцикл Отсинхронизировать И показать Как же Мотоцикл У нас Теперь Работает Надеюсь Все получится Так что Встретимся Уже При запуске Ну что ж Карбюраторы Собраны Как мы уже Видели Установлены На мотоцикл Ну понятно Что показывать Как там Синхрон Не имеет Никакого смысла Тут и есть Всего Один винт Устанавливаются Карбюраторы В принципе В обратном Порядке Сначала Мы впихиваем Воздушный Фильтр В него Мы Устанавливаем Карбюраторы В которые Предварительно Устанавливаем Трассы Газа А дальше Ну вот Я сначала Левый Потом Правый Патрубок Надел И все это Прекраснейшим Образом Туда влезло Вопрос Ну только Времени Тут куча трубочек Надо подключить И прочего По работе Ну собственно Вот у нас Стрелка лежит На нуле Температура Сейчас вот Как-нибудь Покажу Он Ну чуть-чуть Прогрет Ну и собственно Запуск Мотор Больше Не дизелит Стрелка Не дергается Как раньше Там на Полтысячи А было И такое У нас Здесь шприц Нужна Третья рука Сейчас появится Третья рука Если мы Выжимаем Сцепление Ну вот Для разницы То Мотор Работает Максимально Тихо Запусти его Еще раз Мотор Холодный Вот Отпускаем Сцепление Вот Выжимаем Сцепление Ну и как бы Отклик на ручку Газа Несмотря на то Что он конечно Холодный Но холодный Это условно То есть Мотор возвращается На холостые обороты Они Ну на прогретом Состоянии В районе Тысячи Сейчас конечно Они занижены Но как бы Ни единого провала Нету Ни в каком Диапазону По оборотам Ну и самое главное Нету никакого Дизеления Ну что ж А на этом Можно заканчивать Наконец Сю этой эпопею С карбюраторами С вами была Мастерская Панк Мотогараж Я Сергей Панкратов И адская жара Под 40 И непроветриваемое Помещение Что конечно Классно Ну что Все пока Субтитры сделал DimaTorzok